Утро субботы на главном стадионе страны. Дети и взрослые делают общую разминку. После нее участники делятся на возрастные категории. Тех, кто помоложе, приглашают на эстафету «Дети за мир». Настю привели на стадион родители-спортсмены. Сама она занимается танцами, но не прочь побороться за призы в беговой эстафете. Я поддерживаю нашу сборную и буду за них участвовать, бегать и соревноваться. Команда Рио в Петрынку! Ура! Участники постарше продолжают утреннюю гимнастику в более интенсивном темпе. Проводят забег по кругу стадиона. Далее по ступенькам в секторах. И опять упражнение. Небольшой угол. Ручки поменяли, ручки поменяли. А теперь такая борьба. Поехали. Опа! Лицо серьезное. Больших и малых объединяет одна цель. Дать возможность олимпийцам за много тысяч километров почувствовать поддержку Украины. Мне очень понравилась сама идея поддержать наших спортсменов в Рио. Именно поэтому упора на тренировку у меня в этот раз не было. Просто дух поддержать наших спортсменов. Олимпийцы в Бразилии почувствуют нашу поддержку. Мы будем за них болеть. Сегодняшнее мероприятие – второй этап акции в поддержку олимпийцев. На днях на станции метро «Олимпийская» открылась выставка спортивного журналиста Михаила Черничкина «Олимпиец в каждом». Третьим этапом станет уже встреча с олимпийцами по возвращению их из Рио. Нам очень хочется провести автограф-сессии, чтобы они поделились своими впечатлениями, как это было. Тяжело, не тяжело. Ну там, особенно, как обыграть сирену в «Ильямс». А пока для усиления энергетического потока в Рио участники акции телами выложили на поле олимпийского «Гоу Юэй Гоу» в переводе «Украина вперед». На этом не остановились. Красками холи попробовали создать на асфальте сердце. Не совсем получилось. Ветер подхватил цветной порошок и вместе с ним понес за океан эмоции украинских болельщиков и их надежды на новые медали.